всем привет дорогие друзья всем привет это наши регулярные эфиры которые я надеюсь станут прям реальным сми которая поможет нам с вами двигаться вперед и вот игорь дубинников уже практически здесь со мной рядышком сейчас мы смотрим кто тут у нас приходит классно да 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 вот сейчас мы сфигеть эфир ждем ждем от игоря подключение подключение игорь привет привет дорогой да привет очень рад тебя видеть спасибо огромное что ты согласился и принял участие в наших таких вечерних посиделках вечерние эфиры на тему персональной стратегии давно не виделись что вообще происходит сейчас какие у тебя проекты наиболее важны чем ты сейчас занимаешься уже я построил свою школу предпринимательства и онлайн какая-то платформа ну там и он и оффлайн то есть это открытая школа предпринимательства reality ecosystem где внутри есть и образовательная платформа и сообщества и инвестиционный фонд и инкубатор то есть сегодня образование так построено что если ты не экосистема если ты не работаешь в долгую а точнее навсегда да то тогда это просто как обычно все получается у нас всем поддержки людей ну скажем от начала игорь мы тебя ждем да 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 от начала и до конца жизни то есть сейчас краткосрочные проекты по какому-то там не знаю раз получился и все не летит нет не верниешь не летит это ну скажем так это это слабо класс окей тема нашего сегодняшнего эфира которую мы с тобой а так примерно обсудили это можно ли быть лидером или вообще нужно ли быть лидером и вообще нужно ли быть самого для себя лидером причем ты так классно заявил что что люди лидерами рождаются все а вот становится как раз не все почему вот как как быть лидером вообще и на чем строится это лидерство давай вокруг этого поговорим у нас тут будет 30 минут чтобы раскрыть эту тему ну смотри дело то что почему я утверждаю что лидерами рождаются но не становятся потому что так построена в целом система образования что инициатива людей их готовность принимать на себя вызов постепенно с первого класса к заключительному классу снижается ты в курсе есть исследование наса о том как бы как творческие способности как креативность представлена первые несколько лет жизни и к 20 годам что происходит с этим очень интересно было бы узнать примерно скажи то есть все не по не спадающей ну по не спадающей до двух процентов они когда провели первое исследование они удивились и сказали не это невозможно 95 процентов не может быть как бы гениев это нереально через пять лет провели цифра ниже 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 ну и как бы эта же группа спустя получается там 18 лет показала результат два процента почему что происходит как усреднение да усреднение тесты как бы социум сравнение каким-то должен быть по меркам кого-то родителей друзей и так далее поэтому каждый из нас но практически приходит в этот мир для того чтобы ну скажем так принять какой-то вызов этот вызов мы принимаем в виде того вклада той пользы которую мы хотим принести в этот мир но если мы в начале жизни еще чего-то хотим то потом постепенно так получается что уже просто хочется стабильности уже кредиты уже семья уже должен ну и дальше постепенно даже чек если он уже на словах что-то говорит реально в делах он это не делает слушай но печаль а что сейчас делать нам кто уже сейчас здесь слушай если мы говорим если мы говорим про нас с тобой то я думаю что мы с тобой этим и занимаемся там каждый в своем формате помочь человеку вспомнить собственно что изначально у него это опция никуда не делать ну как бы она я просто надо активировать как всегда очень просто осознанно делать дальше осознанность то есть когда ты включаешь осознанность понимаешь что у тебя не работает ты естественно начинаешь предпринимать какие-то усилия для того чтобы это начало работать ну вот еще раз лидер да или кто такой лидер чек который на себя принимает какой-то вызов какую-то ответственность по ситуации в ситуации конкретной например в компании происходят какие-то изменения человек говорит можно я буду отвечать за этот проект я готов это проявление лидерство проявление инициативы человек идет по переходному мостику видит валяется какая-то грязь он не проходит мимо а просто поднимает это все мелочах это все в мелких деталях это все в корпоративном мире точно так же как и в принципе как бы и предпринимательстве человек ему не все равно он вовлечен ему это интересно он готов решать проблемы это и есть лидерство окей тогда получается что вне зависимости того что с нами сделала система у каждого из нас есть способ вернуться к самому себе активация что это значит активация ну это значит буквально нужно выделить время на самого себя то есть это означает что например утром вы выделяете времени там не знаю час времени и в этот момент вы анализируете ли там любой из нас анализирует свои сильные слабые стороны свои достижения свои ошибки какие уроки человек извлекает этих ошибок то есть чек сама рефлексирует и понимает какой он на текущий момент времени он понимает каким бы он хотел стать какие у него цели это и есть постепенно избавиться от всяких разных шор всяких разных социальных наносных как бы тем успешного успеха и так далее реально понять какой ты по сути и начать этому соответствовать это называется разобраться в себе и жить в соответствии с тем какой ты и есть игорь а есть какой-нибудь секрет от того что как это делать например но смотри ведь на самом деле в информации в интернете такое огромное количество что понять о том как сделать свод в анализ себя не знаю там как выбрать свои сильные стороны о чем не читать ведь просто огромное количество информации 99 процентов людей этого не делают где вот этот момент когда кто-то так вот так вот так вот так вот ты только что сказал главный секретный ингредиент начать делать вот что 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 нужно сделать какой напиток и спить вот чтобы начать делать ну вот смотри я тебе могу на примере рассказать своей семьи давай давай вот у меня в прошлом году так случилось что ушла мама на 15 лет боролась с раком и умерла и это оголило определенную проблему в семье папа пьет то есть на тот момент он еще больше начал пить потому что это горе это ну как бы а как иначе и я помню что все мои попытки что-то с этим сделать не увенчались в феврале марте практически никаким успехом потому что я на него давил я не удавил папа постепенно в свои 66 лет превращался в ребенка явно его отца то есть мы как бы с ним поменялись ролями все то что он из меня вложил когда-то подростковом возрасте я ему кратное вернул обратно в какой-то момент я понял что я люблю его несмотря ни на что вот просто чтобы он не делал вот просто да он мой отец и все и я позвонил ему и сказал папа я тебя люблю и прости меня за то что я вел себя недостойно в этот момент что-то произошло буквально через две недели папа решил закодироваться ничего себе да и вот внимание что произошло и что я после этого как технологию как бы для себя идентифицировал оказывается что каждый из нас готов к изменениям когда случается какая-то жопа то есть плохо когда да то есть грубо говоря человек пьет 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 например у него скачет давление и человек не может его сбить и он начинает пугаться чего он пугается мой папа в данном случае использую испугался что он станет овощем для меня и для моего брата абузой очень важно вот эта первая часть под названием я люблю тебя папа чтобы рядом находился человек который несмотря ни на что будет рядом и будет поддерживать будет ждать момента как на рыбалке когда надо будет просто подсечь и вот грубо говоря случается жопа в этот момент человек готов к изменениям через ровно две недели максимум максимум через две недели человек уже не будет готов ему будет все хорошо снова но в этот момент в этот момент он как бы вот его потек папа говорит туши я помню у меня рядом сосед есть который закодировался пять лет назад на год и уже пять лет не пьет он находит этого соседа сам берет телефон звонит врачу врач ему говорит надо семь дней не пить ну проверкой решимости он семь дней не пьет дальше я приезжаю мы как бы едем на процедуру он все делает до сегодняшнего дня он не пьет круто когнитивные функции сколько времени восстанавливаются вот когнитивная познавательные функции мышление память значит то есть человек пьющий у него деградирует мозг настолько что он может не помнить что было вчера это при том что он там лицом салат не окунается просто как бы пивка там водочки а для того чтобы это восстановилось мы с папой начали например читать книгу например я взял для него книгу возраст счастья владимир яковлева где там примеры разных людей разного возраста о том что там 60 70 80 90 100 лет можно оказывается иметь смысл жизни какой-то даже при таких потрясениях как у него и вот мы постепенно начинаем читать дальше проходит месяца полтора я начинаю за папой записывать цитаты 2 книгу за школе взял почитать сапиенс хорари ничего себе да мы с папой обсуждаем такие темы как происхождение человечества значит датаизм значит папа после прочтения сапиенс выдал мне следующую историю это был просто бомба значит он мне говорит игорь надо в расти в россии вести двоежонство я говорю папа смысле он будет ну просто так устроено что вот там у нас как бы вот здесь вот если бы там вот тогда бы у нас больше популяции блаты то есть ну то есть вообще поэтому лидерство она включается если человек постепенно включается в жизнь во первых он отрезвеет очень много людей просто пьют и не замечают что они к сожалению ну как бы снижают чувствительность своей нервной системы из-за этого они думают что они не алкоголики на самом деле алкоголик это просто человек который регулярно употребляет алкоголь из-за того что человек не трезв он не чувствует себя он по инерции бежит 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 и вот панацея в данном случае или таблеточка которую все ищут это всего лишь навсего в тот момент когда жопа начать заниматься собой то что в этот момент человек готов к изменениям он готов но вы начать эти изменения вот смотри нам получается тогда всем нам нужно дождаться того момента когда в жопа наступит в каждом отношении абсолютно а у нас у нас же у каждого каждый день что-то происходит важно не проходить мимо своей задницы то есть получается жопа каждый день как девиз становление лидером да да на рыбалке каждый день ловим жопу окей ну хорошо есть ли какой-то шанс без жопы стать лидером самого себя конечно можно просто то что мы с тобой проговариваем осознать и начать буквально с утра завтрашнего дня встать на час раньше и начать что в человеке должно такое произойти чтобы он взял и начал что-то делать интерес к себе интерес к своей жизни интерес к тому кто он такой он леночка меня кулебабина спрашивает а когда полная жопа игорь что делать отлично можно ко мне приходить я специалист по жопам ты как каким по всем смысле жизни хорошо и все же вот когда вот мы даем там технологии раз вот там люди начинают что-то делать или не начинают или остаются в неком своем собственном представлении от того что там как бы и у них все хорошо условно все хорошо вот ну например вот человек решил что ему в каком-то месте в мире очень плохо а жизнь его прям туда выталкивает в это место в это все я туда приеду и умру где если 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 человек знает что в месте он умрет если он туда едет ну как бы это же его выбор ну вполне себе лидерский шаг окей хорошо из чего складывается технология становление лидер из нескольких аспектов первый аспект называется надо стать взрослым взрослым то есть мы еще по ходу дети да когда я с подростками веду тренинг по самоопределению я задаю вопрос что такое взрослый и за все время моего преподавания ни разу не было чтобы кто-то из подростков сказал что это связано с возрастом все подростки обычно сходятся во мнении что это когда человек отвечает за свои слова дела соответственно отвечает за себя грубо говоря я обычно подросткам говорю окей давайте кто готов взять на себя ответственность кто готов стать взрослым обычно максимум треть зала готова стать взрослыми остальные говорят мы смотрим на весь этот геморрой который есть у взрослых мы не хотим быть взрослыми поэтому первый момент это внутреннее принятие решения что я взрослый потому что с этого момента начинается самоопределение некоторые люди и в 60 лет не становятся взрослыми слушай а как взрослого спросить взрослый ли ты или не взрослый лидер ли ты своей жизни или нет а а лидер снова чуть позже после зрелости у нас лидерство понятие четвертый третий аспект да для начала ты взрослый или нет но есть чеки говорит а ну как бы в смысле ну ты говоришь давай разберемся по понятиям что такое человек говорит не ну да я отвечаю свою жизнь ну я правда живу с мамой как бы беру бабки в долг не отдаю никому но как бы я взрослый я зато разбираюсь техники могу рассказать о том какая классная кофемашина новая вышла понимаешь да вот ключевой важный аспект когда ты взрослый ты реально отвечаешь за свою жизнь самостоятельный ты сам принимаешь решения они как бы слаешься на обстоятельства на каких-то людей и так далее что тебе не везет и вот этот первый момент который легко определяет человек взрослый или нет когда он говорит от я от себя они от там где то как и так получилось я не знаю как но в общем я не виноват это все родители это социум путин мутин шмутин мишустин хренустин и так далее вот когда проходим эту часть мы выходим в зрелость потому что через взрослого человек идет зрелость а зрелость как ты помнишь нам даже аттестат зрелости выдают в замечательной средней школе замечательной средней школе это всего лишь ведомость оценок это не как бы не прозрелась это просто математика физика химия и так далее это не про зрелость а зрелость это уже когда человек понимает кто он куда он идет зачем он живет понимаешь да это как раз про осознанность и вот там дальше чуть-чуть называется лидерство такое лидерство это когда я разобрался кто я и взял ответственность за реализацию своего предназначения вот круто это 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 аж третий пункт понимаешь как ты понимаешь если мы с тобой взрослый не выбрали тему честно не выбрал что он взрослый то дальше это умножается на ноль то есть получается каждое значение генеральным может быть собственником компании человек может быть генеральным директором крупного холдинга но внимание как бы уши в детстве когда человек ну как бы реально на себя не принял как бы ответственность за свою жизнь я видел такие вещи это полная деградация лидерство про человек находясь у руля крупнейшей компании не мог сформулировать собственную стратегию зачем он живет но это действительно сложно а когда мы с тобой имеем такого ну грубо говоря отца основателя или генерального директора который сам лично не знает чем он живет как он может взять ответственность и создать стратегию для компании как он может быть консультанты но да пришли люди исполнили твою супружескую функцию консультанты классно заплатил бабла а санта ты как бы на что способен поэтому да 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 абсолютно и поэтому вот если мы говорим уже в пределе лидерства это вообще получается четвертая фаза которая называется я взял ответственность за себя и за реализацию своего предназначения а также я взял ответственность за то что помогаю людям и понять свое предназначение и его реализовать потому что у нас как ты понимаешь в связи с овощеобразованием нет предметов осознанность люди не понимают кто они и поэтому они приходят в организацию просто за стабильностью за те чтобы отсосать немножко денег и как бы в этой ситуации комментарии пишут ладно стратегию написать но реализовывать не консультантом реализовывать да ну да да а что вы за меня еще есть будете это да вот так это и происходит скажи пожалуйста вот насколько сегодня возможность помогать людям стать так сказать лидерами что ли это востребовано насколько люди хотят напрягаться то есть напрягать себя для того чтобы что-то в своей жизни изменить ром ну я считаю что век просвещения да вот в по сути дела во вторую когнитивную революцию которой мы живем когда в обществе этот вопрос у каждого человека зачем я живу и в целом благодаря тому что мы общаемся ну то есть это прям сквозит это всюду типа зачем ты живешь а как бы счастлив ли ты ну и так далее то есть идет по определенной нагнетание этого вопроса оно обусловлено тем что действительно ну как бы люди людям интересно тот кризис среднего возраста которому каждый раньше тихо приходил теперь общество приходит в целом очень быстро но закрывает я бы так стал накрывает вот часто только случится роботизация уже как ее обещают то тогда точно накроет потому что ну как бы за просто там пенсию люди сидеть просто так дома не будут чат деятельное существо homo sapiens это не наличие разума умение им пользоваться и массовое схождение с ума от как раз от того что люди будет не занят и вот мы с тобой как раз на пороге этого вот прям совсем находимся спрашиваешь если люди и насколько сейчас востребовано это да это востребовано у меня вот у меня есть одна из программы называть при спартанцев где люди просыпаются в пять утра на протяжении семи недель они специально приходят для того чтобы себя в определенную еду а для того чтобы а для того чтобы как раз и разобраться то есть пять утра с пяти до шести такое полумедитативное состояние когда ты еще как бы не проснулся когда ты разум свой еще не включил ты начинаешь говорить сердцем по-честному кто ты такой и постепенно вот эта практика каждодневная по разным аспектам твоей жизни позволяет тебе целостную картинку и стержень свой как бы составить поэтому люди приходят они приходят на то чтобы как раз и выделить себе время там есть взаимодействие с напарниками обычно благодаря взаимодействию с другим человеком благодаря своим зеркальным нейронам люди видят себя со стороны получают обратную связь я как третья камера помогаю разобраться и все то что пара не видит между собой каждую неделю у них смена каждую неделю новый человек семь человек семь новых получается контактов жизни глубоких так обычно людей не знают даже близкие люди и на выходе человека реально перезапускается перезагружается генеральную уборку сделать как переложить как бы то что у тебя есть по разным полкам в том числе выкинуть фланг как уборку навести до дома ты это делаешь вот поэтому это востребовано и чем дальше тем больше да слушай очень необычное и как бы сказать так системно к подходу того что выдергивает человека из той реальной ваты в котором мы постоянно живем а ведь это вата очень приятно она же сладкая на вкус да да у кого-то уже стекло вата слушай но вот еще один момент надо ли будить людей или пусть сами просыпаются я считаю что просветительская деятельность на то она и необходимо чтобы на свет люди шли будить не будить я думаю что тут скорее вопрос в том чтобы была возможность а сегодня интернет сегодня открытость позволяет это делать находили для себя различные возможности и там кто-то нашел это в таком методе кто-то в таком методе все равно люди придут в комнатку под названием я ну если каждый в свою комнату и придется начинать разбираться другой просто и кто-то кто написал молодец это то что одно дело разобраться и теоретически это все там расписать другое дело сделать так что ты трансформировался в эту сторону вот почему семь недель потому что для того чтобы изменить свои привычки и думать и ну как бы перевести это в действие необходимо время это нельзя сделать за один день или за два дня или даже за одну неделю вот из моего опыта я уже там 10 лет занимаюсь это требует порядка семи недель тогда процессы необратимые возникают в твоей собственной трансформации круто слушай вот как бы от тебя подарком для всех наших зрителей прямого эфира тем более у нас там в последние десять минут его может ли какое-то одно но очень полезное упражнение с которого даже человек который в сладкой вате сейчас прибывает но попробовать его начинает через какое-то время придет к осознанию какой-то внутренней потребности да я могу порекомендовать сделать следующее упражнение это если вы хотите узнать кто вы и условно говоря чем вы полезны людям выбрать из своего окружения по принципу первое люди не будут вам рать второе они вас знают 7-10 человек это выборка необходимая для того чтобы получить ну как бы нормальную валидацию данных значит вы просто возьмите прям сейчас во время эфира или как только он закончится каждому этих людей напишите сообщение пожалуйста ответь мне на три вопроса первый вопрос назови мои две-три сильные стороны второй вопрос как ты можешь мне рекомендовать при этом не расшифровывайте если люди не поймут этот вопрос ничего просто как понял так и отель для вас и расшифровка следующая мы нормального дантиста рекомендуем как нормального дантиста очевидно но обычно у людей ступор типа а кому рекомендовать а зачем ну то есть не надо расшифровывать не надо извиняться просто вот как я говорю вопросы их надо написать буквально так как я говорю и третий вопрос это чему у меня можно научиться и вот вы отправьте эти вопросы этим там 7-10 людям получите эти данные и сделайте контент анализ посмотрите какие наиболее частые ответы вы получаете про себя от разных людей они не сговариваясь вам ответят на эти вопросы и очень много будет совпадений и вот то что вы образуете в середине ну грубо говоря если это все соединить это и будете вы и есть потому что когда вы проявляетесь по отношению к этим людям вы как бы не контролируете себя как вы проявляетесь тем более по отношению к разным людям в вашей жизни супер спасибо тебе огромное что ты хотел нам всем пожелать ну и собственно и себе в том числе и нам вот в этот тяжелое турбулентное время во-первых принять что такое время будет всегда и не надо думать что наступит стабильность чем дальше мы как бы идем тем более турбулентное время встает это первое это просто принять это как данность второе я желаю осознанности которая приведет тому что вы будете счастливы вы будете жить в балансе и гармонии слушай и еще раз последний тут люди написали вопросы повторить первый вопрос какие мои сильные стороны назови назови две-три мои сильные стороны назови две-три мои сильные стороны никакие мои сильные стороны а назови две-три мои сильные стороны второй вопрос как ты можешь меня рекомендовать третий вопрос да и третий вопрос это как чему у меня можно научиться точно чему можно мне научиться чему у меня можно научиться сейчас я пишу просто в комментарии да да я вижу ложишь научиться игорь отлично спасибо тебе огромное был очень рад тебя видеть желаю тебе успеха в том что ты делаешь мы движемся очень близко и параллельно осознанность это важно лидерство это важно изменить действительно можно быть можно изменить только самого себя а уже когда ты сам изменился через изменить самого себя можно и как-то не как-то экологично менять что ли мир вокруг да ну да мне нравится цитата саровского о том что достигни совершенства сам и вокруг тебя достигнут совершенства тысячи спасибо тебе огромное был невероятно рад тебя видеть и очень содержательно эмоционально благодарю что люди придут к лидерству без состояния большой шопы да ну как бы немножко но не сильно много пока давай счастливо обнимаю тебя пока 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 и друзья это был игорь дубинников всего представлением о лидерстве и это классно мы продолжим периодически делать лидерство сейчас я нахожусь в отпуске и планировал здесь делать эфиры каждый день но здесь не очень удобно через неделю вернусь домой и вернемся к этому опять и будем продолжать эфиры нам очень важно понимать как себя доставать доставать из этой ситуации за это нашей жизни чтобы двигаться вперед всем желаю добра давайте сердечек чтобы сегодня вечер у всех сложился прекрасно чтобы все были счастливы всех вас люблю и пока до встречи до следующих эфиров смотрите я носил stories будет все как всегда супер всем пока